В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. Не расслабляться и не останавливаться на достигнутом призвал глава администрации Самар Олег Фурсов. Внимательно изучив результаты генеральной уборки города, мэр похвалил профильное ведомство за проделанную работу и выразил благодарность неравнодушным жителям, которые выходили на субботники. Весь мусор, собранный во время месячника по благоустройству, должен быть вывезен ко вторнику. Такой срок установил глава администрации Самары Олег Фурсов. Он поблагодарил неравнодушных жителей, принявших участие в субботниках, и дал оценку работе руководителей управляющих компаний и сотрудников департаментов. Главы все хорошо себя проявили, но на этом успокаиваться, конечно, нельзя. Город постоянно требует внимания. Население нам помогло. Более 400 тысяч, 430 тысяч, да, уже можно цифру такую озвучить, вышло на уборку города. Это очень серьезная такая поддержка, значит, после зимы. Но в дальнейшем нужно город поддерживать в достойном состоянии. Поэтому не расслабляйтесь, продолжайте, значит, работать. К 1 мая месячник по благоустройству, который стартовал еще в середине марта, будет завершен. Впереди первомайское шествие, репетиция Парада Победы и, конечно, сам праздник. В администрации призвали глав департаментов особое внимание обратить на состояние примыкающих площади Куйбышева дорог, дворов и улиц. Праздники обещают собрать колоссальное количество гостей. У нас заканчивается мероприятие 1 мая, начинается мероприятие 9 мая. У нас большое количество мероприятий начинает от стоя техники по сопряженным улицам. Поэтому большая просьба, вот именно те маршруты и те места накопления, скопления людей перед парадами, перед проведением репетиций еще раз отработать с районами. Впереди Самару ждет целая вереница праздничных событий. После грандиозных майских праздников в городе прозвучат последние звонки, пройдет День независимости России и выпускные. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Чтобы Самара встретила все праздники, при полном параде сотрудники коммунальных служб продолжают генеральную уборку города. Фотографии с места работы оперативно выкладываются в твиттере муниципального предприятия благоустройства. На Пензенске убирают мешки с мусором, на Мяге, Авроре, промышленности, спиленные ветки. Кроме того, чистят обочные дорог, парковочные карманы. Набирает обороты в Самаре борьба с несанкционированными свалками. Бросать мусор на пустырях недопустимо, тем более во время глобальной уборки. Глава администрации Самара Олег Фурса во время рабочей поездки проехал по Ракитовскому шоссе и обнаружил, что часть леса между Московским шоссею и Демократической превратилась в большую свалку. Глава администрации поручил руководству района и профильным департаментам срочно принять все меры по вывозу отходов, а также создать условия, чтобы предотвратить дальнейшее образование свалок. Кроме того, было принято решение после майских праздников собрать коллегию, в которую войдут представители полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора и экологического контроля. Недобросовестные организации, которые вместо полигона вывозят отходы в неположенные места, необходимо наказать рублем. Давайте устраивайте засады, облавы, все, что хотите. Там просто лес превратили в огромную свалку. Все это при попустительстве людей, которые все это видят. У каждого дерева мы людей, конечно, не поставим, но с полицией оперативные группы какие-то необходимы создать. Расчет, конечно, делается на то, что покроется листьями лес, и все это скроется, но с этим мириться просто никак нельзя. Под контролем теперь место, которое периодически превращалось в несанкционированную свалку в Самарском районе. Об ответственности здесь напоминает специальная табличка. Кроме того, за нарушителями днем и ночью пристально следит видеокамера. В стрелках реки Самара безнаказанно выбросить мусор здесь больше не получится. Администрация Самарского района совместно с полицией пристально следит за проблемным участком. Установлены информационные аншлаги о том, что свалка запрещена и ведется видеонаблюдение. Как только обнаруживают здесь какой-то грузовик, сразу сигнал поступает к нам и в полицию. Выезжаем, задерживаем и проводим административное разбирательство. Нужно зафиксировать не только автомобиль с мусором, но и сам факт выгрузки отходов. И если в момент этого разбирательства будут фотоматериалы как выгрузки, так и прочего, тогда будет максимальный штраф 250 тысяч. Поймать нарушителя за руку во время сброса мусора проблематично. Но видеокамеры помогут отыскать виновных. В других районах города подобные меры отлично себя зарекомендовали. Первая камера была поставлена на Карла Маркса в районе БТЦ. У нас ни одного случая не было зафиксировано на предмет несанкционированного складирования. То есть здесь и положительную роль однозначно СМИ сказали, потому что это было озвучено широко. Камера у нас в онлайне. Нет ни одного факта. С мусором борются и на береговой линии 6-го причала. Сотрудники департамента благоустройства и экологии сменили деловые костюмы на рабочие. На субботник вышли с детьми. Уборка превратилась в игру. Кто быстрее наберет полный пакет мусора. Может быть даже и самое важное – это воспитательное значение. И я призываю всех самарцев принимать участие в таких мероприятиях. Потому что если мы придем на субботник с детьми, то потом дети никогда не будут вот этот вот творить беспредел. Убрать берег Волги важно до начала паводка, чтобы мусор не оказался в реке. Марина Кравцова, Валерия Макарова, Максим Гусев. События. Отопительный сезон в Самаре закончится 29 апреля. На этой неделе в регионе установится теплая погода. Напомню, согласно постановлению правительства страны, отопительный сезон может быть завершен только после того, как среднесуточная температура воздуха будет составлять выше 8 градусов на протяжении пяти суток подряд. После завершения отопительного сезона начнутся традиционные испытания тепловых сетей на прочность. К осени энергетики планируют отремонтировать 11 турбин и 5 энергетических котлов, переложить почти 40 километров тепловых сетей в Самаре, Сызране, Новокуйбышевске, Тольятти. Впервые за 20 лет в столице региона будет построена новая школа. В микрорайоне крутые ключи заложили памятную капсулу в честь ее строительства. По подсчетам специалистов, к концу 2018 года население микрорайона достигнет отметки в 200 тысяч жителей. Среди них в основном молодые семьи с детьми. Начало положено. Для жителей микрорайона крутые ключи – момент исторический. Памятная капсула в честь строительства школы заложена. Этого дня жители поселка ждали с нетерпением. Здесь уже работает самый большой в стране детский сад, рассчитанный на тысячу с лишним детей. Вскоре им идти в школу, пока школьники ездят за знаниями на мехзавод. Это неудобно маленькому ребенку собрать, отвезти на автобус, отвезти в школу, потом с автобуса назад. Конечно же, неудобно. Маленькие дети должны ходить территориально по месту жительства школы. Мы как раз попадаем в эту школу в первые классы. Новая школа рассчитана на 1300 учеников. Помимо классных комнат, здесь оборудуют спальни для учеников младших классов и групп продленного дня. Игровые комнаты, спортзалы, бассейн, школьный музей и собственный ботанический сад. Оборудованные по последнему слову техники учебные заведения должно стать лучшим в регионе. Школа рассчитана и спроектирована полноценная. Мы подробно очень рассматривали проект школы. Определились, чтобы она была такова, которая бы учла все современные требования для и образования для детей, и для воспитания соответствующего. Будет все. Новая школа откроет свои двери для учеников уже 1 сентября 2016 года. Ход ее строительства на особом контроле региональных и муниципальных властей. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Судьбой спортивного комплекса «Олимп» займутся члены общественного совета заводского микрорайона Куйбышевского района Самары. Предприятие «Волга-танкер», на балансе которого находится «Олимп» сейчас в стадии банкротства. Спортивный клуб в подвешенном состоянии. Между тем, это единственный спорткомплекс в поселке. Переживет ли он второе рождение, во многом зависит от деятельности общественного совета. Напомню, в регионе завершается этап масштабной реформы местного самоуправления, призванной приблизить власть на местах к людям. По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина, развитие местного самоуправления сегодня одна из приоритетных задач государства. Об этом говорил и президент России Владимир Путин. Общественные советы микрорайонов как раз помогут донести до местной власти проблемы, с которыми сталкиваются люди, а также предложения, как улучшить жизнь в городе. Общественные советы полномочны решать самые простые жизненные вопросы. Простые, может быть, на первый взгляд, но для каждого человека очень важные. Потому что то, как будет развиваться наш поселок, наш район, микрорайон, это непосредственная вовлеченность человека в процесс регулирования своей жизни, созидания, совершенствования, это очень здорово, интересно и полезно. В Самаре почтили память тех, кто в годы войны ставил на ноги раненых бойцов. Военврачи, медсестры и санитары. Их подвиг в областной столице помнят до сих пор. Куйбышевские врачи оперировали без отдыха по 10 часов подряд. Именно они вернули в строй легендарного летчика Алексея Моресьева. Именно здесь, в тыловом Куйбышеве, начиналась повесть о настоящем человеке, которую описал в своей книге Борис Полевой. Врачи Ивака госпиталя номер 3999, в здании сейчас размещается университет Наяновой, поставили на ноги героя Советского Союза Алексея Моресьева. Именно там он учился ходить на протезах. После лечения летчик вернулся в свой полк и сбил еще 7 вражеских самолетов. Тамара Алексеевна Кофидова здесь провела все детство. Навещала сначала деда, а потом отца, который лежал в госпитале. 9 мая 1945 года его привезли сюда, в Ивако-госпиталь, очень тяжело раненого, полуживого, в гипсе всего. И вот именно здесь хирург Акмезианов, известный, подарил ему не только жизнь, но он и спас его ногу. Вера Александровна Файзулина работала медсестрой в Ивако-госпитале с первых его дней. На праздник в силу солидного возраста прийти не смогла, рассказывает события 40-х годов. Памяти остались на всю жизнь. Я видела их без ног, молодых людей, без ног, без рук. Тяжелые там, не то, что до войны лежали, долечивались, а живые раны. Мы встречали тех раненых сначала с поезда, санитарных поездов снимали, носили на себе эти носилки, потом укладывали в машины, из машины выгружали. Машину «Додж». Эту технику нам доставляли по «Ленд-Лизу». Конкретно этот автомобиль ездил фронтовыми дорогами с 1944 года. В Ивако-госпиталь номер 3999. Эта машина доставляла раненых прямо с вокзала, куда их сотнями привозили на поездах. Под музыку духового оркестра к мемориальной доске, расположенной на здании, возложили цветы. Военно-патриотический клуб представил реконструкцию тех событий. Раньше здесь была школа, которую в 1943 году переоборудовали в госпиталь буквально за два месяца. В основном здесь лечились бойцы с ампутированными конечностями. Врачи и медсестры, не зная отдыха, трудились по 10-15 часов. Доктора поистине творили чудеса, возвращая к жизни самых безнадежных. За годы войны они опубликовали 27 научных трудов, которые помогли спасти жизни миллионам солдат. Мы часто вспоминаем и заслуженно о подвиге летчиков, танкистов, разведчиков. Но подвиг военного врача, медсестры, он был не менее героический. И так или иначе, я опять обращусь к цифрам, которые в том числе и для меня стали новыми. Это срок жизни медицинских работников на войне был на втором месте после потерь стрелковых подразделений. После войны Ивако-госпиталь номер 3999 стал областным клиническим госпиталем ветеранов войн. Всего в годы Великой Отечественной форму военврачей надели порядка 700 тысяч человек, которые вернули к жизни более 17 миллионов красноармейцев. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Порядка 6 тысяч человек получат памятный знак в память военного парада в городе Куйбышев 7 ноября 1941 года. Он учрежден региональным правительством. Его вручают ветеранам Великой Отечественной войны, участникам масштабного события. Два десятка новых памятных знаков. На блестящей медали четко читается надпись «Парад памяти». Первые награды получили 23 участника грандиозного события, которое прошло на площади Куйбышева 7 ноября прошлого года. Среди награжденных – герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин. В 41-м ему было 16 лет. Он хорошо помнит демонстрацию на площади. Как гудела техника, как прилетали самолеты. Признается, все свои награды хотел бы разделить теми, кто не вернулся с полей сражений. Сейчас восстанавливаем память свой боевой путь. Я вспоминаю, кто в танке со мной сидел, кто бежал за танком. Я считаю главным победителем Великой Отечественной войны тех людей, кто сложил свою голову на полях сражений. Вот они являются главным победителем. Памятный знак участникам Парада памяти вручил губернатор области Николай Меркушкин. Глава региона особенно подчеркнул значение Парада памяти для патриотического воспитания молодежи. Мы должны на это ориентировать молодежь, подрастающую поколение. Люди знали правду, люди знали о героях, люди понимали, сколько было положено жизни и каков был труд вложен для того, чтобы мы победили. Восстановить историческое событие в Самару в 2014 году прибыли делегации из 12 регионов Приворского федерального округа. Всего в параде 7 ноября приняли участие более 5000 человек. Кадеты, студенты, военные, волонтеры и ветераны Великой Отечественной. После проведения Самарскому параду памяти присвоен новый статус. Наш проект получил высокую оценку не только жителей Самарской области. Положительные отзывы об этом, о прошедшем событии были озвучены. Руководством страны было принято решение придать статус нашего парада, статус федерального партийного проекта. Награды получат и остальные участники парада. Всего изготовлено 6000 памятных знаков. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Центр современного искусства и новая площадка для творческих коллективов появятся в Самаре уже в ближайшие годы. На реконструкцию памятников культуры и архитектуры из федерального бюджета в этом году планируют выделить 400 миллионов рублей. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн и совещание в рамках проекта «Историческая память». Подробности у Анастасии Зубаревой. Город в ожидании дирижабля. Новый культурный центр появится в особняке Мясникова по адресу улицы Кубышева, 104. Танцевальный зал, концертная площадка, классы для творческих занятий. Очередь из творческих коллективов, претендующих на площадку, выстраивается уже сейчас. Размещаться они будут на конкурсной основе. Памятник культуры и архитектуры реставрируют полным ходом. Открыть двери новый храм искусства по планам сможет уже к концу следующего года. Он будет собой представлять. Он будет представлять собой а, сценическое пространство, репетиционное помещение, арт-кафе. То есть все эти пространства будут работать не только для института культуры, они будут работать для всей молодежи нашей Самарской области. При поддержке депутата Государственной Думы Александра Хинштейна сейчас ведется работа по подготовке передачи федеральную собственность нескольких памятников культуры и архитектуры. По фабрике кухни в настоящий момент подготовлены все документы на право собственности Российской Федерации, федеральной собственности. Они в установленном порядке направлены в органы Росреестр. Мы рассчитываем в самое ближайшее время получить уже свидетельство на право собственности. Кроме того, в городе намечена реставрация 10-го отделения Самарского почтамта на улице Молодогвардейская. Историческое здание в будущем будет реконструировано в стилистике начала прошлого века. Планируется, что даже сотрудники будут одеты по форме той эпохи. Анастасия Зубарева, Павел Пресняков. События. К новостям спорта. В столице региона открылся ежегодный турнир по хоккею «Волжские берега». В нем принимает участие команда прокуратур Приволжского федерального округа. В этот раз разиться за звание лучшего в Самару приехали команды из Саратова, Ульяновска, Татарстана, Башкирия. Шайба разыграна, матч начался. Первыми на лед вышли команды из Самары и Саратова. В хоккей играют настоящие прокуроры. Борьба за первенство развернулась нешуточная. Самарская команда становилась победителем турнира уже дважды. И в этот раз настрой у игроков снова боевой. Татарстан и Башкирия соперники знакомы. Они участвуют уже второй раз. Мы к ним постоянно ездим, в гости с ними играем. Соперники по силе одинаковые. Одинаковые с нами, поэтому будет сильная борьба. Турнир по хоккею «Волжские берега» проводится в Самаре в третий раз. Сразиться за звание лучшей приехали пять прокурорских команд со всего Приволжского федерального округа. Важность подобных состязаний в своем приветственном слове подчеркнул глава администрации Самары Олег Фурсов. И заявил, что это отличный пример того, как нужно воспитывать в себе волю и характер. С каждым годом география «Волжских берегов» растет. В этот раз участие в турнире принимают две новые команды. Показать свой уровень игры в хоккей приехали прокуроры из Саратова и Ульяновска. Здесь сплачиваются наши команды, наши коллективы. Мы уже дружим много лет. Приятно играть, приятно встречаться и понимать, что это не только в прокуратуре силен, а в прокурорской деятельности. В финале встретились команды Самары и Башкирии. Первое место вновь у самарских прокуроров. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. На восстановление российской экономики может потребоваться менее двух лет. Таково мнение президента. Россияне же полагают, что кризис затянется на куда больший срок. 72,4% участников опроса считают, что кризис затянется дольше двух лет. Лишь 12% согласны с президентом и считают, что двух лет вполне хватит. Каждый восьмой полагает, что экономика сможет восстановиться за год-полтора. 4,5% респондентов уверены, что кризис закончится уже в этом году. Чтобы кризис закончился в этом году, надо неустойки США и Евросоюза собрать за незаконные санкции. Интересно, кстати, почему это парламентариям в голову до сих пор не пришло? С пятницы российским туристам, прилетающим в Египет, вновь придется покупать на границе марку-визу стоимостью 25 долларов. Увы, но период льготного безвизового въезда в Египет для наших туристов был введен местным правительством лишь до мая. Более того, окончательно не решен и вопрос об изменении самого визового порядка, в рамках которого с 15 мая планировалось внедрить систему электронных виз. Однако для русских туристов с этой мерой пока решили повременить, а россияне, похоже, решили повременить с поездками в Египет. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1690 пунктов. Среди лидеров роста – Русгидро, Русал, Полюс Золото, Северсталь и МРСК Центра. Аутсайдеры – Мегафон, Уралкалий, группа Пик и Дикси. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день уверенным повышением. На азиатских площадках динамика торгов разнонаправленная. Текущая неделя для рынка России будет укороченной. Курс доллара на 27 апреля – 50 рублей 24 копейки. Курс евро – 54 рубля 65 копеек. Золото стоит 1925 рублей за грамм. Серебро стоит 25 рублей 57 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 65 долларов 19 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Крылья Совета взлетели на вторую строчку турнирной таблицы Футбольной Национальной Лиги. Гандбольная Лада проиграла первый финал чемпионата страны. Красные Крылья завершили сезон в Единой Лиге на дне чемпионата. 30-й матч чемпионата Единой Лиги Красные Крылья на выезде проиграли Красноярскому Енисею – 76-101. Самарская команда закончила сезон на последнем 16-м месте. Во время соревнований Красные смогли только 7 раз отметиться победой над соперниками. Это самый отрицательный результат Крыльев за всю их историю. Регулярный чемпионат Единой Лиги выиграли московские армейцы. На их счету 26 побед. Первый матч финала плей-офф чемпионата России среди команд Суперлиги Гандбольной Лада проиграла Ростову-Нудону 22-25. Первый тайм тольятинки отставали всего лишь на один мяч, хотя походу вели плюс один. После перерыва Лада погрязла в ошибках и Ростов увеличил отрыв до трех голов. Переломить ход поединка автозаводчанки не смогли. Ростов отпраздновал первую победу в серии плей-офф. В Санкт-Петербурге Крылья Советов удачно сыграли в Футбольной национальной лиге. С сухим счетом они победили аутсайдера чемпионата местной Динамо. Забивать самарцы начали в конце первого тайма. Пенальти реализовал Алан Чочиев. Дубль нападающий оформил через три минуты после перерыва. Третий мяч на счету Сергея Божина. Точку в матче поставил Станислав Драгун. Он оказался первым на добивании после 11-метрового Корнеленка. После очередной победы Крылья Советов поднялись с четвертого места на второе. И отставание от лидера Футбольной национальной лиги Махачкалинского Анжи составляет сегодня всего лишь три очка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok